Привет всем! В эфире Ньюсбокс. Меня зовут Роман Миров и я расскажу вам все самое интересное из мира шоу-бизнеса и музыки. Оставайтесь на нашей чистоте. Мы начинаем! Самой обширной социальной сети ВКонтакте исполнилось 10 лет. Диджей Давлад выпустил новый трек. В парке усадьбы Воронцова состоялся студенческий марафон «Все бегут». Все подробности об этом и не только узнаете уже через пару секунд в новом выпуске Ньюсбокс. Любимой социальной сети российской молодежи ВКонтакте исполняется 10 лет. В честь праздника создатели решили подарить своим пользователям новый проект в космосе. Уже скоро юзеры ВКонтакте смогут выйти на связь с МКС, не покидая социальную сеть. Как это возможно? Ответ в репортаже. 10 октября 2016 года самой известной российской социальной сети ВКонтакте исполнилось 10 лет. Свои официальные странички ВКонтакте ведут самые известные актеры и музыканты со всего света, среди которых Робби Уильямс, Наталья Арера, Тимати, Кристина Асмус, Павел Воля, Лена Темникова и многие другие. Наша социальная сеть отмечает свое десятилетие. Это большая очень дата для российского интернета, потому что по факту, мне кажется, как появилась социальная сеть ВКонтакте, так в России начал развиваться интернет. ВКонтакте – крупнейшая европейская социальная сеть, которая была основана в 2006 году в Санкт-Петербурге. Задача ВКонтакте в каждый отдельно взятый момент оставаться наиболее современными и быстрыми. ВКонтакте – это площадка, конечно, в первую очередь для коммуникации и общения. Вообще мало кто знает, но ВКонтакте – это самый популярный мессенджер в России. Там отправляется 5 миллиардов сообщений в сутки. Такого нет просто ни у одной платформы, поэтому, может, нас не воспринимают первоначально как сервис для обмена сообщениями, но это правда так, и это так. Работникам офиса ВКонтакте очень повезло, ведь они перемещаются не пешком, а катаются на гироскутерах. Круто! На десятилетие ВКонтакте разработчиками было решено шагнуть еще дальше. С 10 октября создатели ВК запустили проект в космосе, благодаря которому пользователи в течение целого года смогут выходить на связь с МКС, не покидая социальную сеть. Это, на самом деле, целая большая история, которую мы делаем вместе с Роскосмосом, нашим большим партнером. Суть в том, что мы отправляем в космос нашего робота Спотти, непосредственно, который полетит на МКС, который проведет с космонавтами на орбите приличное количество времени. Все, что вы хотели когда-либо знать о космосе, можно будет просто отправить сообщение и получить из себя ВКонтакте. В свободное время сотрудники ВКонтакте приходят в эту лаунж-зону, чтобы наконец-то расслабиться после трудного дня. ВКонтакте это 380 миллионов зарегистрированных страниц, 90 миллионов посетителей каждый месяц, 5 миллиардов сообщений, отправленных в сутки. Четвертое место среди самых посещаемых сайтов в мире по версии SimilarWeb. Можно будет следить за всеми новостями на официальной страничке vk.com.space. Все новости о проекте будут публиковаться именно там. Диджей Давлад решил попробовать себя в абсолютно новом амплуа для своих поклонников. В одном из столичных клубов он презентует свою первую работу в подобном жанре. Сам хит, казалось бы, с таким простым названием «Девочка в платьице белом». Почему она именно в белом? И как прошла сама презентация? В репортаже Дана Ройнберг. Мы находимся на презентации диджея Давлада на его новую песню «Девочка в платьице белом». Кто же она такая, а самое главное, как пройдет само мероприятие, мы узнаем прямо сейчас. Накануне в одном из популярных московских клубов прошла премьерная презентация абсолютно нового хита от диджея Давлада. «Девочка в платьице белом». Как признается сам певец, название несет определенный смысл и выбраны не случайно. Легкий летний трек и, ну как не, белый цвет символизирует легкость и красоту. Сам клип снят легко и непринужденно. С прыжками в воду и танцами вокруг бассейна. Несмотря на то, что съемки были летом, презентацию такого жаркого хита перенесли на осень. Для того, чтобы клип действительно удался, поработало немалое количество людей. Для модели Алены Шишковой эта работа была дебютной. Я сюда пришла поддержать Давлада и посмотреть на наше совместное творчество. Ну, такой лайтовый, приятный летний трек. В общем, следующая песня, которую вы услышите, она называется «Бузыка». Я думаю, всем понравится. В середине вечера разделить радость и поздравить друга с новым треком, выступить на сцене со своими хитами приходят звезды российского шоу-бизнеса. Я ему желаю оставаться таким же. Удачи, ну и, конечно, максимальных ротаций, телевизионных, радио. Ты талантлив, поэтому только вперед и делай то, что ты любишь. Делай музыку. Желаю, чтобы презентация прошла удачно, чтобы клип всем понравился и чтобы вечеринка была обречена на успех. Очень хороший музыкант. Вот. И мы надеемся, что у него все в будущем будет очень-очень хорошо. Диджей Давлад – это человек, в песнях которого нет ни намека на пессимизм. Он всегда настроен творить что-то новое, а самое главное – то, что действительно понравится публике. В Московском парке состоялся студенческий марафон «Все бегут». Студенты пробежали дистанцию в 5 километров. По итогам из более чем 200 бегунов было выбрано 6 победителей, среди которых и девушки, и молодые люди. Правда ли, что спорт продлевает жизнь? Ответ в репортаже Анастасии Коневой. Этой осенью в Москве состоялся самый грандиозный благотворительный забег на 5 километров за всю историю Москвы, а также фестиваль «ЗОЖ». Целью проведения студенческого марафона являлось создание проектной, медийной, спортивно-оздоровительной площадки. Это наш дебют. Наш университет правосудия впервые организовывает такого рода мероприятие. Спортивный день у нас сегодня – День здоровья. Мы отменили все занятия. И 2000 студентов сегодня вместо того, чтобы пойти за парты, пришли в прекрасный Воронцовский парк вместе с преподавателями, чтобы провести здесь здоровый забег. Сегодня у нас выступала Давлетова. Это известный блогер-спортсмен, который был на сцене. Сегодня мы пригласили спортивных юристов, которые рассказывали нам лекции про спорт. Поэтому мы превратили целый забег в огромное культурное большое мероприятие. 5 километров студенты пробежали с хорошим настроением, подбадриваемые со всех сторон ведущими и болельщиками. Параллельно с забегом для гостей марафона организовали увлекательную лекцию по спортивному праву. По окончании забега студенты стали зрителями захватывающего фаер-шоу, приняли участие в мастер-классе, а также стали участниками розыгрышей сертификатов и подарков от партнеров марафона. Это агитируется на привлечение молодежи к здоровому образу жизни, к здоровому осмыслению, расширению мировоззрения. То есть немножко оторвать от инноваций сегодняшних гаджетов, компьютеризации. То есть больше сплочения общения между. Помимо студентов, в забеге приняли участие преподаватели, работники научных и административных отделов, а также заведующие кафедрами. Участники марафона отметили, что такой праздник здоровья и хорошего настроения, впервые проведенный в этом году, нужно обязательно сделать традиционным. Спорт – это жизнь. Сейчас идет модерн здоровый образ жизни. И в целом страна пытается быть здоровой, сильной и активной. Смех продлевает жизнь. Лучшие хиты юмора прошли в Крокус Сити Холли. Евгеника и Дидюля взорвали клуб Рэд. Уже завтра в 19.00 в Ньюсбокс. Вот и все. Чаще заглядывайте в наши официальные группы ВКонтакте и Фейсбуке. А также не забывайте лайкать и комментировать фотографии в Инстаграме телеканала Russian Music Box. С вами был Рома Миров. Всем мир. Наслаждайтесь жизнью. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!